Во-первых, я, конечно, не ожидал, что она будет чемпионкой, потому что это первая девочка, с которой я работал. И как-то так в голове все время стандарты, больше под мужское фигурное катание было. То есть, когда она, допустим, прыгала 3-3, я считал, что это абсолютно нормально. Когда она прыгала 3-3-3, я считал, что, ну, как бы это неплохо. То есть, я как бы не считал, что это что-то суперклассное. Поэтому, когда я приехал в Турино, вообще у меня задача там была больше танцевальной парой, как бы, в голове именно. Потому что к этому ушли очень долго, там, в течение 4-х лет. И каждодневная работа, и там столько всего было вокруг всего. Вот, и приехал с воспалением легких, как всегда. В основном, спортсмены, тренера, в самый такой критический момент, у них ослабевает организм, потому что вроде все так напряженно-напряженно-напряженно, и вот туда пришли, и все, и совсем витамины закончились. Энергии нету, и всегда заболеваешь. Это, кстати, хорошо. Даже спортсмены, когда заболевают перед, ну, программой, в основном, там, в критические дни, это неплохо. И вот такой момент произошел со мной. Я прямо воспаление легких получил прямо перед Турино. То есть, мне вообще уже не нужно было ни фигурное катание, ничего. Хотя я продолжал ходить на тренировки. И так, от начала турнира парное катание я вообще не помню, потому что очень плохо было так. Мужчины, потому что у меня катался в то время, я должен был уходить и с Жубером, и с Тайсуки-то Кахаши. Так уже более-менее я так как-то вспоминаю. Потом на танцах я сактивизировался. И девочке для меня было вообще как выходной день, потому что никто ничего не ожидал. Она прокаталась неплохо, вроде заняла второе место по короткой программе. Но все равно, как бы, в голове то, что она может выиграть Олимпийские игры, не было. Потому что к этому просто морально я был не готов. Хотя понимал, что уже где-то за неделю до соревнований, потому что тренировки идут долго на Олимпийских играх, я уже понимал, что она выглядит лучше всех. С другой стороны, я как бы понимал, что Слуцкая так долго катается, Саша Коэн, и как вот это все будет происходить. Но, в общем, для меня был, конечно, сюрприз неожиданный, что она выиграла. С одной стороны, это хорошо, потому что она выиграла. С другой стороны, это плохо, потому что она могла бы кататься еще дольше. С сегодняшнего дня она до сих пор катается очень хорошо. И могла бы прекрасно еще кататься четыре года и соревноваться, и выступать, причем на ведущих позициях. То есть я до сих пор приезжаю, когда в Японию, я удивляюсь, насколько хорошо она выглядит. Вот как Женя, например, который вернулся сюда, вот он выглядит шикарно. То есть ты ходишь, смотришь только на него. Так же вот она катается и все те же технические элементы выполняет. Но, видимо, не хватило сил и мужества никак у русских вернуться и доказать еще раз. Поэтому единственное, что я расстраиваюсь, что она могла бы кататься еще четыре года.